Что делать, когда течет крыша? И не в частном особняке, а в большом многоквартирном доме. Судя по опыту одесситов, ремонтировать крышу лучше самостоятельно. Помощи от ЖКС ждать бесполезно. А если денег нет, придется подставлять тазики. Вполне приличный, на первый взгляд, дом номер 42 по улице Академика Королева давно ждет ремонта крыши. В местном ЖКСе об этом, конечно же, знают. Но знание не становится руководством к действию. Коммунальщики ждут, пока вместо них все сделает ветеран труда, инвалид второй группы Агнеса Александровна Степанова. А работы тут хватает. Снаружи перекрыть крышу, внутри поштукатурить и покрасить потолки. Сколько будет стоить ремонт, и подумать страшно. Сейчас, пока стоит мороз, везде сухо. С началом оттепели, как всегда, потекут ручьи. Ведра и тазик уже приготовлены. Это единственное оружие пенсионера для защиты от стихии и ленивых чиновников. Мне порекомендовали поставить бочку при потеках таких сильных. Ну, а в эту зиму, когда начались вот такие отклонения, все начало тещи, видно, расширились все эти просветы, как на крыше, так и на потолке моего дома. И это приняло действительно сегодня такое стихийное бедствие, течет во многих местах. Агнеса Александровна – дитя войны. Хлебнуть лихо в детстве и юности пришлось сполна. Она проработала всю жизнь и еще недавно пела в хоре ветеранов. Уже два года после перелома ноги вынуждена ограничить себя в движении. И вот этому человеку бездельники в департаменте городского хозяйства отказывают в помощи. Мы же платим деньги, мы платим все услуги, все, что там заложено. И почему постоянно один и тот же ответ, что нет денег и нет денег, и ничего не делается. Куда же идут эти деньги? Неужели те, кто находятся наверху, хотят только обогащаться? И неужели нельзя остановиться и сказать, хватит, мы уже сыты? Нет, видите, продолжается и продолжается. 19 лет назад, когда крыша потекла в первый раз и поломался лифт, жильцы обращались к Эдуарду Гурвицу. Крышу отремонтировали, лифт заменили. Нынешний мэр и его команда такими мелочами не занимаются. Их интересуют глобальные проекты, где прокручиваются миллионы. Пенсионеры пусть выживают, как хотят. Богатый чиновник, бедному гражданину не товарищ. Александр Виноградов, Евгений Войтенко, телекомпания «Круг».